Поздравляю всех с Масленицей! Древний славянский праздник уходит корнями в языческую культуру и связан со сменой времен года и встречей весны. С приходом на Русь христианство и языческий праздник осуждался церковью. Однако в XVIII веке церковь сделала Масленицу частью своей православной культуры. В календаре Русской Православной Церкви Масленицу называют Сырной Седмицей, которая предшествует Великому Посту. Согласно церковному обычаю, верующие за это время могут подготовиться к сорокадневному посту и примириться с ближними. Единой версии о происхождении названия праздника нет. Одно из объяснений связано с Маслом. Именно весной на Руси начинали телиться коровы. Молоко появлялось в каждом доме. Масло, как символ досадка в семье, и круглый горячий блин, олицетворение солнца были обязательными атрибутами праздника. В народе Масленицу всегда ждали. Ласково и кратко называли Перебуха, Объедуха, Касаточка, Сахарные Уста, Целовальница, Веселая, Честная Масленица, Перепелочка, Ясочка. Масленичная Неделя делится на два периода. Узкая Масленица – понедельник, вторник и среда. И широкая Масленица – четверг, пятница, суббота и воскресенье. В первые три дня можно было заниматься делами по хозяйству, а с четверга все работы прекращались. Каждый день праздничного цикла имеет свое название и предназначение. Понедельник – встреча. В этот день заканчивали постройку снежных гор, качелей, балаганов. Из подручных материалов сооружалось чучело зимы, которое насаживали на колы, возили по улицам. По традиции, сывекр со свекровью отправляли невестку к отцу и матери. А вечером сами приходили к сватам в гости и обсуждали время и место гуляний. Определялся состав гостей. В первый день уже начинали печь блины. Первый испеченный блин в понедельник отдавался малоимущим и напомин усопших. Вторник – заигрыши. Многие масличные обряды связаны со сватовством. Во вторник проводили смотрины. Если все складывалось удачно, то сразу после Пасхи на Красную Горку игралась свадьба. Среда – лакомка. Третий день масленицы отличался богатыми столами с угощением для гостей. По традиции, в этот день зять приходил к теще на блины, которые она пекла. У каждой хозяйки на Руси был особенный рецепт приготовления блинов, который передавался из поколения в поколение по женской линии. Блины пекли с пшеничной, гречневой, овсяной, кукурузной муки, добавляли в них пшеную и лиманную кашу, картофель, тыкву, яблоки, сливки. Четверг. Разгул. В первый день широкой масленицы хозяйственные работы прекращались. И начиналось празднование. Катались на санях и санках, устраивали кулачные бои и битвы за снежные города, пели калятки, жгли ритуальные костры и прыгали через огонь. Главным действием четверг был штург и дальнейший захват снежного городка. Пятница. Тещины вечерки. Этот день проводили в кругу семьи и близких. С ответным визитом теща приходила в гости к зятю. Суббота. Золовкиные посиделки. Молодые невестки приглашали к себе заловок и других родственников мужа. Воскресенье. Прощенный день. В этот день просит прощения у родных и знакомых за нанесенные за год обиты. Кульминация масленицы – сжигание на костре соломенного чучела, олицетворяющего уходящую зиму под веселье, возгласы и песни. Вечером поминали усопших и ходили на кладбище. Традиции масленицы направлены на то, чтобы проводить зиму и встретить весну. Масленицу встречали с величальными песнями на снежных горках. Прощание с масленицей завершалось в первый день Великого Поста – Чистый Понедельник.